Привет, мои дорогие друзья! Вы знаете, я люблю людей последовательных, последовательных и принципиальных. Касательно роликов, ну, сейчас я объясню, к чему я, да? Касательно роликов, на которые наконец-то все обратили внимание и начали обсуждать, и наконец-то все поняли, до этого не понимали, что делаются эти ролики в Российской Федерации. Наконец-то все поняли, что делаются они, скорее всего, за бюджетные средства. И это все делается достаточно централизованно. Но тут есть один нюанс. Очень многие из вас, дорогие друзья, да и вообще многие пользователи, начали говорить, никогда этих роликов не видел. Эти ролики предназначены для распространения в социальных сетях, не для телевизора, а как раз в социальных сетях. И опять-таки говорю, что они должны попадать в свою аудиторию, в свой сегмент. Но этих роликов не видели люди. Можно сказать, они просто не являются частью сегмента, для которого предназначены эти ролики. Нет, не совсем так. Дело в том, что на эти ролики выделили огромные деньги, их сделали, а потом показали заказчику. И на этом все. Получили свой откат и ушли в тишину. Может быть, получили еще отдельно деньги за распространение, но распространили на своих собственных телеграм-каналах, которых читает реально 40-50 человек. И все. И так происходит все. Всегда. Постоянно там происходит. Но смотрите, выделяются деньги на системы навигации. Новейшие системы навигации. И вот танкисты едут, а системы навигации нет. А в руках карты 60-х годов. Бумажные, протертые. Так все создается. Танк Армата так создавался. Очень много вещей. Воруется все в чистую. Ж ноль. Теперь касательно персонали. Вот эта вот барышня, мы уже о ней рассказывали, ложь часть их политики. Кристина Потупчик о методах западной информационной борьбы. Это лето 22-го года. У Запада не вышло лишить нас уверенности в себе и внутреннего самоуважения. Политтехнолог и медиаменеджер. Смотрите, самое главное русское слово. Справедливость. Ой, ну просто. Потупчик. Аналитики считают, что участь Украины разделят как минимум при Балтике и Молдавии. И Париж. Париж заберите. Но вот Испанию, я думаю, она уже начала завоевать. Сейчас объясню. Против России запустили самую дорогую пиар-компанию. Ну, на мое скромное замечание о том, что гражданка, которая так выступает против НАТО и Евросоюза, при этом приобретает недвижимость в странах Евросоюза и НАТО, тут просто посыпалось. Я же выложил маленький анонс. А тут понеслось. Не хочу даже цитировать. Вы сами можете оценить слог. Это, если что, на секундочку, еще раз напомню. Это главная пиарщица Кремля в соцсетях. Это медиаменеджер. Это политтехнолог. Вот это вот. Ну, и мы решили прокатиться. Ну, а что бы нет. Дело в том, что светился ее домик. Ну, его фотографировали очень интересно. Ну, в общем, нас ждало удивительное открытие. Удивительно. Когда мы туда приехали, мы удивились. Давайте вы удивитесь немножко. А, друзья? Как там говорят? Лапотник, говорят. Смотри, придержи варежку, да, и давай иди на вторую смену. Ну, что, 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 что у нас? Это какая-то фиговина. Что? Вот это вот? Да ладно, вот это ее дом? Что? Европа ненавистная. Страна НАТО. Но море просматривается. Хотя оно хуже, конечно, чем черное, однозначно. И не такое патриотическое. А мы приближаемся? Неумолимо приближаемся? Так. Где тут наши бойцы с западным миром? Что-то не вижу здесь плакатов. Россия здесь навсегда. Не, не вижу. О, да тут у нас ремонт. Московские деньги перетекают в испанские ремонты. Ремонт с техникой. С техникой. Все новое. Внутри? Внутри? Все новое. Внутри, внутри, внутри. Очень доброе. Да. Да. Валерно. Добавляю все. Я не понимаю что-то, а что-то всё-всё-всё переделывается? Хрыстя, всё полностью переделывается внутри, снаружи, говорит всё-всё-всё-всё вообще тотально. Ой-ой-ой, сколько же это денег надо? Это всё из Москвы, да выкачиваешь? Выкачиваешь и вкладываешь в страну НАТО. Молодчинка какая, а? Тешелунья, бля. Молодчинка. Сейчас мы снизу ещё посмотрим, что там делается, потому что, видишь, побеседовали. Сейчас созвонимся с шефом, строителей, узнаем, как там, что там, сколько это тебе стоило, ну, на российских-то деньгах. Сейчас узнаем всё. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ой! Да ну ладно, всё прям обнесла, ты посмотри. Слушай, ну он намного скромнее выглядел, я тебе скажу, на фотографиях. Как-то так, вроде как стеснялись его сфотографировать. Да у тебя три этажа. Хрыстя, у тебя три этажа в стране НАТО. Бассейны, да ты шо! Ну ты молодец, устроилась, а? Я думаю, скоро всё изменится. Сзади твой дом, я просто в прозрении. Так он огромен просто. Хрыстя! Сколько сейчас ты вливаешь? Давай-ка я прикину так. 350, да? Ну, сколько? 400, может быть, тысяч евро. В реновацию, да? Да? Как кто кажут у нас в Украине? Как хохлы говорят, как ты, сука, рассказываешь. Хохлы! Будут тебе хохлы? Прозреешь ты от того, что связалась с нами хохлами? Прозреешь? Уж поверь! Уж ты мне поверь! И нам, хохлам, всё нипочём, ты знаешь? Мы хохлы такие, знаешь, что... Нам, знаешь, нас преследуют, а нам это только по кайфу. По кайфу, хрыстя! Амиго, ты посмотри, какой у неё домик! Ёбтен-дрёбтен! Я тебе говорю! Ты шо? Серьёзно? О-о-о-о! Величественность сотрудников администрации президента пугает! Пугает жителей скромного Евросоюза! Ой-ой-ой-ой-ой! О-о-о! Милые ребята-строители! И? Дворец! Палац, я кто кажуть! А везде так светился скромно, только в верхний этаж! А там вниз просто, это как кроличья нора, блин! Кристина, вот такой вопрос! А что это за такие неприличные куски мрамора лежат? Это, наверное, ты сказала! Ну так, давайте так! Хочу, чтобы было по-богатому! Деньги не вопрос, я русская! Работаю с администрацией президента, развожу лохов! Они такие... Си, сеньора! Тодо контроладо! Их тоже мог тут представить, что тут сразу так оперативно! Ох, и чушки! Ведон! И работники только работают! И страны НАТО! Ну не знаю, это реально, реально no comments! Вот коллеги говорят, что это просто без комментариев! И я вот думаю, там, Христа! Те рабы, которые роют вам шахту, из которой вы получаете уголек! Хотел нехорошее слово сказать, но не буду! Они вообще понимают, что им никогда в жизни не доведется жить в таком доме! Никогда! Сколько бы у них... Они три жизни проживут и не смогут жить там! А ты живешь! Это один из твоих домов! Насколько я понимаю, у тебя где-то 11 объектов недвижимости, да? По Москве, а сплошные пентхаусы! Мы попытаемся тебя раскрутить по полной! Ибо, держи свое поддувало на замке! Хочешь квакать на кого-то? Квакай на того, кто А. Не может дать сдачи! Б. Самое главное! Не является украинцем! Слушай, тут есть один такой вариант, вот, ехали и думали. А как ты выводишь бабки, вот интересно, на это все строительство? Это же не 5 тысяч долларов! И не 20 тысяч, и не 100 тысяч, и даже, наверное, не 200, да? 300 где-то, я думаю, 300-400. А как ты выводишь? Сейчас всех русских джага-джага за деньги. А у тебя как-то получается? Покопаем! Еще один вопрос, не могу понять. Вот, Илья Варламов, его так заволновало, что я снес задроченный забор, который окружал мой скромный маленький домик, на который я заработал, и поставил туда нормальный забор. Вот его это волновало. А что-то потупчик его не волнует, не могу понять. Там же тоже забор вырос. Ёпта! Что ж такое? А, наверное, потому что он кормился с ее рукой. Наверное, потому что он просто кормился с ее рукой. А, понятно, все. Вопрос снят, все. Извини, извини, Лена. Вот такое вот получилось видео. Знаете, порассуждали на разные темы, получается. Да, как я там говорил, лапотник, придержи. Отпавшую челюсть. И давай иди на вторую смену. Потому что ты должен обслужить вот таких вот бессмысленных пиарщиков, которые за колоссальные деньги не создали ничего, кроме собственной недвижки в странах Евросоюза, ну и, конечно же, на территории Российской Федерации. Которые не создали ни хрена, кроме часов по 200 тысяч долларов, которыми потом ума хватает хвастать. Которые не создали ничего, кроме белого шума. Которые только понтуются. И откаты имеют в размере 90%. Поэтому эта телега ехать не будет. Не будет. Они все продолжают пухнуть на этом бабле. Бесконтрольных ручейках, вливающихся в море и в океан. Бабла. У меня все. Пока. Но с Кристиной я не прощаюсь. Кристина, я не прощаюсь. Я знаю твои мутации, попытка переоформления, все это. Кристина, мы не прощаемся. Хорошо? Давай. Спасибо вам большое за помощь. Очень благодарна. В это сложное время. Чем-то к помощи придешь. Спасибо большое. Помогайте, пожалуйста, и дальше. Кроме вас, больше пока здесь некому. Спасибо вам большое. Такую серость и такое время для детей очень актуальны. Спасибо огромное, что помогаете в такое тяжелое время. Спасибо большое за вашу помощь. Мы очень благодарны всей нашей дружной семьей. Спасибо. Потому что дети все больные у нас, особенные. Спасибо вам большое за вашу работу. За то, что наши детки заботятся в такое тяжелое время. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы помогаете. Спасибо еще раз. Я буду очень благодарен, если мне на святы подарят двоспальную постель.